Свой почтенный возраст Галина Васильевна Хамула не скрывает. Гордо заявляет, мне 90. Да и гордиться есть чем. Современное поколение может лишь позавидовать оптимизму и жизнелюбию этой женщины. Секрет неистекаемой энергии в том, что нет никакого секрета. Главное, как отмечает юбилярша, любить жизнь и свою работу. С последней у Галины Васильевны особые отношения. Весь ее трудовой путь неразрывно связан с Тверской государственной медицинской академией. Начиная с 1954 года, когда академия, а тогда еще институт, переехал из Ленинграда в Калини. Кафедру биологии Галина Хамула возглавляла 48 лет. Все выпускники медакадемии были ее студентами, с которыми она всегда пыталась выстроить доверительные отношения. Я всегда считала, что между студентом и преподавателем должна быть небольшая инстанция. Причем при полном взаимопонимании, при полном доброжелательстве, при полном желании преподавателя выложить всю душу обучающемуся. Вы знаете, я хочу, наверное, сослаться на авторитет Гета, который сказал, что успех ученика – это талант учителя. А поскольку весь коллектив кафедры – это ученики Галины Васильевны, и мы, в общем-то, какого-то статуса в жизни достигли, это, конечно, все ее заслуга. В том, что жизнь свою она свяжет с биологией и медициной, Галина Хамула и не мечтала. И вместо доктора медицинских наук страна могла бы обрести артистку. По крайней мере, именно музыкальное будущее и поступление в консерваторию пророчили юной Гале. Но жизнь распорядилась иначе и забросила ее учиться в Алма-Атинский медицинский институт. За что сегодня Галина Васильевна говорит судьбе спасибо. Все сложилось так, как нужно. Сына мы вырастили. Деревьев я сажала много. И в Алма-Ате, и здесь. Дом построить. Ну, дачка есть у нас. Небольшая здесь, под Тверью. Но, несмотря на эти основополагающие принципы, главной моей доминантой в своей жизни была работа. Коллектив медакадемии, с которым она проработала не один десяток лет. Всех своих выпускников Галина Васильевна вспоминает с теплотой. Да и бывшие студенты, уверена она, благодарны ей за полученные знания. И когда я звоню, допустим, в аптеку, а работают везде врачи, меня узнают по голосу. Я уж не говорю про скорую помощь. Когда-то я соседки вызывала, они узнали меня по голосу, но не сказали мне, но прилетели моментально. И когда я им открыла, что же, Галина Васильевна, с вами случилось-то? Я говорю, да ничего, это с соседкой. Сейчас Галина Васильевна немного отошла от преподавания, но каждый ее рабочий день и без того расписан по минутам. Помимо проведения консультаций со студентами, из-под ее пера продолжают выходить научные статьи и монографии. Вот и свое 90-летие. 27 ноября Галина Васильевна собирается отмечать в стенах родной академии вместе с коллегами. Второй же праздник намеревается устроить в кругу родных и близких с сыном, внучками и правнучкой. За праздничными столами она услышит много добрых слов в свой адрес. Сама же себе желает бодрости духа. Здоровья в моем возрасте, в моем статусе уже хорошего быть не может. Но сохранить хотя бы стабильное состояние, в котором я сейчас нахожусь, чтобы еще можно что-то сделать для своего коллектива и академии. Елена Михайлова, Виталий Осипов, Рентовый пилот.